И чтобы нам все-таки прояснить, когда родились, кто такие тюрки, откуда пошло такое название, можем вот обратить внимание. Вот перед вами основная символика, которая встает сразу перед глазами и может нам показать, что связано их с тюркским народом, с тюркским роднисом. Впервые этот народ появился во втором, в третьем веке нашей века уже. Это северная часть Китая, это такие небольшие компактные группы в составе временных союзов Хунну или Сюнну. То есть те самые Гунны, которые прошли волной тысячу лет ранее и дошли вот до Финляндии, до Скандинавии. Эта часть оставалась в северной части Китая и, естественно, претендовала на территорию, но зажата была с разных сторон. Китай в север всегда выталкивал, а вот эта вот... Другая часть, например, Восток-Запад, уже были заняты другими народностями. То есть одна часть монгольская была, другая часть была уже саддианская или топарская. То есть это были уже индоиранцы, индоевропейцы. Ну, например, как вот современные афганцы, даже современные таджики, то есть проживало такое население. Было более развитое, поэтому народ был зажат в этих вот северных границах Китая. Частично в результате вот этих вот сражений, в результате конфликтов выдвинулись они вот в Восточный Туркестан. И вот это Восточный Туркестан, или Турфан его называют, ни о чем не говорит. Но если вы в дальнейшем посмотрите на карту современного Китая, будет отмечен такой новый совсем район по меркам истории, да, огромная история Китая, как Синьцзян. И вот эта вот часть Синьцзян, она как раз и станет тот самый Турфан, или Туркестан, вот я сейчас вам покажу как раз вот эту территорию. Вот сюда вынуждены были отселиться, откачевать, ну, вот, посмотрим, вот оно вот это юг, да, вот это северная часть, вот это вот идет запад, да, вот это вот северо-запад. И вот эта вот часть Китая как раз, вот туда, по сути дела, согнали все вот эти хунские племена. И среди них уже впервые в летописях Китая, примерно в 460-м году стали упоминать, среди прочих хуннов стали выделяться и тюрки, то есть те племена, которые назвали тюрк, или тюркюты, или тюркеши и так далее, было очень много названий. Но ничем, кроме вот названий, они не отличались. То есть, ну, хунные, хунные, то есть монголоиды, собственно говоря, и монголоиды, если бы сравнивать, такие же скотоводы, такие же конники, такие же вооруженные, допустим, луком сложносоставным, также вооруженные набором стрел и прочим. То есть ничего такого в них, собственно говоря, не выделялось. И монголоидными они были практически не настолько, на 90%. Но, двигаясь чуть-чуть дальше, они уже тут вот столкнулись как раз с теми народами, про которые я говорила. Все же было занято, да, каждый жил и за свой километр с земли боролся, и поэтому вот с одной части здесь было индо-иранское население сандийцы. Ну, индо-ирансы, я уже говорю, это сами иранцы, это афганцы, это таджики, а вот с этой частью было индо-европейское население, вот наши с вами, так сказать, родственники, только более южного, конечно, типа и внешнего облика, тафарцы, они вот как раз в себя приняли вот этих вытесняемых тюрков, и так постепенно все это растворяется, как говорили в рунических надписях, да, вот тюрки растаяли, как снег, но в то же время они все равно продолжали оставаться тюрками, только внешне уже выглядели по-другому и жили на другой земле. Вот, через какое-то время, но вот рядом с ними вот проживали, помимо Китая, еще и вот направление монгольское, и вот это уже индо-иранцы есть, да, индо-европейцы есть, есть еще монгольское направление, которое характеризовалось жуань-жуанями, как их называли китайцы, в последующем вот эти жуань-жуани пойдут дальше, вот восточнее, и будут известны как авары, и потом создадут на месте вот Турции аварский каганат, а потом пойдет развитие дальше, в последующем, и полностью уничтожат Иран, как таковой, о нем забудут, как о самой великой державе мира. Так вот эти жуань-жуани подавили, можно сказать, сделали сателлитами вот эти тюркские, пока еще слабые народы, заставили их платить большие налоги скотом и железом, чтобы получать железо, и чтобы можно было как раз воспользоваться этим материалом, вот как раз они откочевали в сторону современного русского Алтая, где республика Алтай, как раз горный Алтай, и вот как раз место, где они пришли и очень, как говорится, себя вольгодно почувствовали, это как раз Чуйская долина, где они пришли и стали смотреть по сторонам, как перейти к кузнечному делу. Кузнечное дело им было хорошо знакомо, но руды железной не было, и поэтому только в этих условиях они полностью перешли на кузнечное производство, стали, были освоены большое количество залежей, и даже есть небольшой период времени, вот они подчинялись этим жуан-жуанем, и платили им дань. Должны были с определенного рода платить какой-то процент в виде количества стрел, я потом расскажу, какие очень сложные и выдающиеся получились у них стрелы, должны были платить стременами, и должны обязательно были платить котлами, как потом появилось слово Казан, да, вот это слово Казан, вот это было обязательно, и это было очень трудоемким, это не давало самим развиваться, и вот в результате того, чтобы не платить больше эту дань, выделился один из таких выдающихся глав родов Бумын, или Бумынь, который предложил жуан-жуанскому хану отдать ему в жены, отдать ему в жены свою дочь, тот возмутился, ты плавильщик, мой раб, ты смеешь так со мной поступать, и тогда началась кровопролитная история, но недолго, в результате этого восстали эти родившиеся, окрепшие тюркские народы, они, как говорится, тихо, мирно себе готовили большое количество оружия, как всегда это водится, да, в момент восстания, и напав на этих жуань-жуань, они откинули их далеко туда, вглубь, по Центральной Азии, еще частично даже захватили их территорию, и провозгласили свое собственное государство, вот через какое-то время все эти вот события закончились в 551 году, а в 552 году как раз провозгласили государство Великий Тюркский Каганат. Тут как раз и мы можем так себе пояснить, что значит Великий Тюркский Каганат, какие границы занимал, ну вот дальше тут будут эти рисунки, яркие схемы всяких типов, но я сначала скажу, что, во-первых, вот с того момента, как китайцы стали замечать, что выделились тюрки, ну так ничего из себя не представляют, через какое-то время китайские летописи записали определенную легенду, которая гласила такие тотемические древние пережитки, вот архаические представления о рождении, каждое время, собственно говоря, через это проходило когда-то в древности, так вот эти китайские летописи, они сказали, что весь тюркский народ родился в результате таких вот печальных событий. Вот кунские племена одна армеж собой враждовали и одно племя вырезало полностью весь род вот этих самых тюрков. Среди них остался всего лишь один мальчик десятилетний, которого унесла в свое логово и вскормила волчица. И в результате этого волчица выкормила этого мальчика, но в скором времени все равно был убит, а она родила после этого 10 мальчиков. И эти мальчики, выросшие юноши, стали как раз главами тюркских родов. Между собой они, как водится, воевали и в результате этого нашелся только один царевич Ашина, который стал самым главным среди тюрков. И вот считается, что все каганы провозглашали себя потомками этого Ашины. То же самое, как вот это было в христианстве, так вот в других религиях. Но это, конечно, не религия, это уже смешение древних культов и реальной политики. Но в результате этого себя они называли так вот поэтично потомками Ашины и потомками серой волчицы. И вот психотип волка отмечали все, кто когда-то вот из вас или меня, все, кто знакомы были хоть с одним тюркским народом, они, собственно говоря, психотип волка очень хорошо отражают. И тут вот можно сказать, что когда мы общаемся, то говоря вот о таком сравнении, люди просто в восторге, конечно, большом, потому что туристы, много людей. Ну, может, алтайцы уже это забыли и ничего в этом не видят. Но вот этот вот психотип волка, как очень умного, жестокого, социально очень адаптированного, организованного существа, этот психотип характерен для Северного Кавказа, вот Нахча, да, вот это самое название чеченцев, Нахчи, Нахча, это самое название волка. И всегда мы говорим, что волчица не может родить, например, больше трех волк, щенков, это редко, но тем не менее, вот такая вот история гласит. В то же время, аналогично этому, есть история с монгольским народом. Вот монгольский народ, наоборот, говорит, что Монголия средневековая родилась в результате вот такого вот, можно сказать, тоже любовного, вынужденного союза, наоборот, кунской принцессы и волка. В результате этого родился, так сказать, на свет монгольский народ. И поэтому, когда вот себе люди могут так поставить два вопроса, ну как же я все-таки отречу истинного монгола и тюрка? И как я узнаю, где монгольский язык представлен, а где тюркский язык представлен? Это очень сложная вещь на самом деле, потому что, если мы говорим внешность тюркского человека, мы можем, как говорится, заблуждаться, глядя на его внешность. Многое тысячелетнее совместное проживание, постоянное механическое смешивание, да, разных браков оно дает, тоже разные типы. Варьируется тюркский тип с преобладанием от 40% европеоидности до, может быть, 60% европеоидности. Но так как всегда обычно монгольская внешность, она преобладает, перед нами всегда тюркские народы, которые представляют неотличимыми, собственно говоря, от монголы. Поэтому мы не можем вот так четко говорить, кто есть, кто есть, кто. Такая же большая проблема возникла с монголо-татарским нашествием на Русь. Когда монголам уже в 19-м и 20-м веке говорили, а вы знаете, что вы завоевали Русь, вы установили монголо-татарское иго, они с удивлением говорили, да, мы действительно такие, какие, потому что нет четкого понимания все-таки, какие были народы, мы говорим монголо-татарское нашествие, да, какие именно народы были в составе войска и завоевали Среднюю Азию и русские княжества, и, в общем-то, дошли до моря. А дальше уже копыта не возьмет море, и поэтому дальше не было смысла, как когда-то все зачитывались с Василием Яманом, да, помните его знаменитый роман. Вот такие истории, в которых намешана и мифология, и наука, и этнография, которая вот с этого момента родилась, или гристика, которая вот так разделяет и смешивает эти языки, все это перед нами смешалось в большом количестве. Ну вот одно остается фактом, что именно тюркский народ создал огромные государства, начиная на востоке от Карелии, современной Кореи, и заканчивая Аральским морем, заканчивая Керчью, вот создали это огромное, вытянутое, вот такой вот большой вот лентой государство, лесостепи, степная зона, которую назвали Великий Тюркский Каганат. Вот а дата эта, еще раз напомню, произошла в 552 году. И вот в результате вот эта вся линия сейчас перед нами разделяется на те области, которые мы можем сказать, что вот западная часть Великого Тюркского Каганата включала в себя территории... Вот если мы вот здесь вот посмотрим по этим схемам, вот сейчас увидим перед вами, хорошо увидели... И Бийск, покажите, где там, вот, в что время? Вот Бийск, ну, Бийск, это восточная часть, естественно, Каганата. И вот мы можем сказать, что вот в самом начале вот здесь выделяется вот эта вот зона Иртыш, Енисей, Обь между ними, и вот эта зона как раз является центром. Но в этом случае как раз нельзя говорить, что это окраина, потому что в этом случае мы говорим, что это центр, ядро, абсолютная гегемония именно этого места. Недаром все Каганы Великого Тюркского Каганата, они именно, как говорится, интернизацию проходили вот на территории Алтая, в большей части на территории Алтая. Конечно, можно как бы мыслить более просто, да, и говорить, что вот где-то тут должна быть столица, как бы далеко от всех границ, но на самом деле тут не так играла логика. И вот как раз мы тут можем говорить, что государство называется Каганат, главный правитель Каган, вот слово Кагана в переводе разбивается на два слова, Ка, там плюс и Хан. То есть слово Каган означало главный Хан. То есть было такое правило, что внутри каждого крупного рода, ну как главный Хан, внутри крупного рода был свой Хан, и маленький род это маленькое Ханство, а вот все это вместе объединял Каган, верховный правитель. Причем и его власть по сравнению даже с другими государствами, вот есть у нас великая могучая Восточная Лимская империя Византия, вот у нас есть Иран, была такая эпоха сосанидов, важный очень период, был Китай и появился великий Тюркский Каганат. Это место пустовало, того, как говорится, своего владельца, после того, как исчезли, растаяли скифы. И вот как раз появилось это государство. И вот в этом случае Каган в себе соединил и политическую власть, и религиозную власть, и закон это Каган, то есть его власть была абсолютно беспрекословна, которая, собственно говоря, никем не могла оспариваться. А если оспариваться, то сразу уничтожались безжалостно. Каган вступал на царствие, так сказать, интернизация происходила очень, может быть, диковатым, жутким для нас способом. Его ближнее знать несколько раз подкидывало на белый кашме. Через какое-то время его придушивали, в реальном, как говорится, смысле душили тетевой от лука, самого лучшего, самого знатного лука. И когда он уже в полу безумия начинал делать пророчества, сразу записывали, какое у Кагана будет правление. Вот эти вот пережитки, они как раз говорили о том, что уж насколько эти люди были странными, жестокими и непонятными, что никакой другой народ на тот момент уже сравниться не мог. И через некоторое время потянулись со всех стран посольства. То есть были посольства, были палатки, ставили золотые шатры, как современное консульство, да, вот постоянно там на территории. Из всех трех государств великих более миролюбиво Тюркский Каганат относился к Византии. В Византии он помогал, по сути дела, подавить и уничтожить Иранскую империю, огромную Иранскую империю. Тогда она была самая крупная, а теперь, видите, вот Тюркский Каганат самый крупный. И через некоторое время в результате вот разных одновременных ударов какая-то часть Ирана с западной стороны стала терпеть лицепоражение и сдавать позиции. А здесь, видите, вот северо-восточная часть, но если отсюда глядеть, тоже стала терпеть удары от кочевников. И таким образом Иран, как мы бы сказали простым языком, сдулся, уменьшился в размерах и перестал быть великой державой. Вот такие вот происходили события. А Китай, можно сказать, поступил хитрым способом. Видя, что такой опасный брак, смелый, абсолютно беспринципный, они просто законсервировали, заморозили свои границы и ушли в глубокую, как говорится, такую вот оборону. И не нападали, и не давали все-таки напасть на свои территории. Вот в это же время, как бы говорилось, что как раз и встал вопрос о строительстве Великой Китайской стены. Но защитила бы она, не защитила, но построена была. Вот таким вот образом мы можем говорить, что вот в этот же период ознаменовался важным таким историческим культурным событием. так, чтобы опять не вышло важным историческим событием, которое называется у нас Великий Шелковый Путь. Такое, это и политическое явление, это и экономическое в первую очередь явление. И вот Великий Шелковый Путь осуществлялся из Китая через Среднюю Азию, через Хорезм, Бухару, те города как раз поднялись и разбогатели в этот период и возникли как Тюркские, но... Бийска имела только небольшое ответвление, северное ответвление Великого Шелкового Пути, но большую часть, конечно, территория Тюркского Каганата, она осуществляла этот проход. Каким образом вот это все происходило? Великий Шелковый Путь – это большое количество импорта, не только шелка. Слово «шелковое» имело несколько значений сразу. А вот в Великий Шелковый осуществлялась еще транспортировка большого количества запасов золота во всех видах, слитки и изделия, осуществлялась в большом количестве транспортировка поделочных камней, полудрагоценных камней, янтарь в большом количестве импортировался и экспортировался. И вот таким вот образом мы можем вот эту вот часть, как говорится, вот Алтай, вот примерно вот эту вот часть, мы можем сюда включить, как северное ответвление, потому что в первую очередь Алтай поставлял полудрагоценные и драгоценные камни. Большое количество аметистов, разных видов аметистов, большое количество сердолика, большое количество серебра. Вот это все шло сюда. Ну недостаточно здесь благоприятна была территория, недостаточно здесь было население, чтобы здесь такие развитые центры городские, например, создать. Но тем не менее и Алтайский край, и Республика Алтай, они были включены в эту систему Великого Шелкового Пути. Каким образом сюда включились воины Великого Тюркского Каганата? Вот здесь вот уже я донеснула до второго, до восточного только. Но вот можем сказать, что вот в период расцвета Великого Шелкового Пути, по сути дела, Тюркский Каганат на себя взял функцию Ирана, Персидской империи, которая осуществляла устройство инфраструктуры, безопасную защиту, получала за счет этого отчисления. По сути дела были крыши, говорится, да, для безопасного прохода. И эту функцию на себя перетянули вот как раз тюрки, которые как мощное государство, вот расположенное линейно в одной плоскости, а они как раз построили эту инфраструктуру и начали осуществлять проход ежегодный, ежедесетилетний Великого Шелкового Пути. Тут еще надо сказать, что и тюрки благодаря вот таким цивилизованным действиям, они тоже не остались в стороне, они тоже стали развиваться. Вот мы можем говорить, что часть Средней Азии, например, она ознаменовалась расцветом городов. Вот такие, как города Уфганистана, города Самарканд, да, знаменитый город Хорезмы, Бухара, это все те города, можно сказать, города-государства маленькие, которые возникли благодаря вот Великому Шелковому Пути. А та часть, которая вот имела ответвление Коральскому морю, например, и вот нашей Поволжье, как мы сейчас сказали, она не стала таким вот развитым центром, но она перенимает очень большое количество традиций, например, сельского хозяйства и ремесла. Вот, например, если мы возьмем большое количество слов тюркского происхождения в нашем языке, то мы вот сразу нам станет ясно. Вот, например, появилось здесь вот такое вот понятие, как бахчевые культуры, да, и возделывание бахчи. Это вот как раз тюрки нам принесли в нашу жизнь и слово, и слово бахча переводилось как огород степи, и возделывали в основном те вот самые бахчевые современные культуры, как огурец, кабачок, обязательно дыня, обязательно арбуз. И дали нам как раз вот эти собственные названия, вместе с предметом пришло и название. И большое количество вот этих частей регионов были заняты именно сельским хозяйством. Тут я всегда и очень язвительно говорю, вот украинцы, вот получите, если будете вот так вот выступать и называть Русь Ордынской, Ордой, а сами себя считать цивилизованными. И говорить, например, что в русском языке заимствовано 2000 слов тюркского происхождения, начиная от 6 века, заканчивая 18 веком. А в украинском языке почти 4. Все вот эти наши современные 4000 слов из тюркских языков до сих пор в их обиходе все предметы одежды, сельское хозяйство, предметы вооружения, все из тюркского языка. Ну тогда кто больше ордыниц-то, собственно говоря? А система куриний, а система вот этих хат, вот эти вот деления, да, вот бывшие тумены или деления там на районы определенной станицы, это та система восточная, к сожалению, надо это признавать. Так вот в этом случае мы вот опять же говорим, что несли не только войну, грозу в виду, но и несли свой тип особой культуры. Вот многие всегда говорят, что вот нет русской одежды, а вот есть, ну только что, есть ли сарафан. А потом, когда смотришь этимологию слова сарафан, оказывается, это одежда мужская и одежда восточная, тем более, вот как раз тюркское происхождение и слова, и, собственно говоря, самого предмета. То есть даже в этом смысле обограли, как говорится, да, и те же самые штаны и прочие элементы одежды, вооружения и так далее. Я потом позднее скажу, что еще, в общем-то, заимствовали. Вот так сформировалась эта территория. И принцип этого государства, собственно говоря, действовало по очень короткому, такому, схематичному выражению. Государство-армия. То есть все границы, мощи, собственно говоря, поддерживались за счет очень мощной эволюции военного дела. А внутри кочевое скотоводство, ремесленное производство осуществляли экономический рост. Как таковых городов на территории Алтая и Казахстана, и Киргизии не было. Вот были, основной тип жилища, который можно было в то время назвать, был АИЛ, то есть вот это конусообразное, такой шатерное, вот основной тип жилища. И через некоторое время вот эти жилища, собственно говоря, и модернизировались в юрту. А для хана всегда был шатер, золотой шатер, да, там голова волчица обязательно, как ставка хана. Вот такие действовали правила. Я вот смотрела, пыталась, кстати, смотреть легенду, или как она там, о калавряке, да, фильм фэнтези в стиле фэнтези. Там показывали монгольского хана в виде такого странного человека, который сидит зимой в лютый холод в минус 40 в шелковой палатке и прекрасно себя чувствует. И внешность абсолютно корейская, и такой вид трансвестита раскрашенного максимально. Конечно, очень забавное представление. На самом деле, это, конечно, мощные воины, которые, собственно говоря, отличались коренным образом от всех. Вот так же, как и на нашей той вот картине, мы здесь можем увидеть уже момент эволюции, уже окончательной совершенной, когда полностью оборонное снаряжение, да, защитное и наступательное снаряжение эволюционируется и приобретает вот такой вот вид. Вот для того, чтобы вот об этом рассказать, я как раз начну говорить, какие вот технологии помогли тюркам реорганизовать полностью свою армию, совершить научный, военный прогресс, как говорится. И с тех пор по тюркскому пути идет Россия, то есть военно-промышленный комплекс идет в основе, модернизация, а потом все остальное придется. И вот таким вот образом мы можем сказать, что же способствовало вот такому резкому скачку, выделению от остальных народов. Вот из всего вот этого общего ряда, как вы думаете, вот что послужило вот таким вот толчком, можно сказать, технологическим толчком и создало, собственно говоря, совсем другое государство, которое никак не увязывалось с другими и другие не могли это государство обогнать. Вот мы выделим три вот элемента, которые могли бы вот так... Если делаешь одно технологическое открытие, дальше идет уже волна, потому что невозможно что-то одно модернизировать, остальное оставать прежнее. Так вот я скажу, что вот эту вот модернизацию, вот эта вещь провернула, так сказать, у тюрков, это именно они изобрели стремя. Мощное металлическое стремя. Говорят, что у китайцев были, но было одно стремя и было ниточное стремя. Даже у скифов еще было стремя. Но как я уже говорила, оно было не металлическое, это была просто петля с одной стороны, которая потом срезалась, так как воевать опаснее некуда воевать, вот когда у тебя нога в веревочной петле, тем более одна нога. Потом ты уже считай труп. Видите, сначала начали делать проволочные стремя, потом начали ковать с такой высокой площадкой, видите, стремя. И вот таким образом у них пошла модернизация. Воин уже мог привстать, мог как угодно на высоту подтянуть ногу, и она не устоялась. И обрук появился тогда? Да, это уже потом, конечно, он появился, и штаны появились. Вслед за этим, встаешь на стремени, этого мало. Следующая модернизация связана была с каркасным деревянным седлом. Это седло было простейшего типа, но уже сделало целую революцию в жизни этого народа, потому что было из двух лук, передняя лука, передняя арка и задняя арка. Причем передняя арка была такой высокой формы треугольной, а задняя, наоборот, была уже так немного раскинута назад, закруглена и загнута туда. Если, допустим, прыгаешь, приземляешься неудачно, чтобы все себе не отбить. И в то же время, чтобы ты мог и зад, и вперед, и чтобы резко вниз спускаться, и чтобы резко тормозить. Вот кто катался на лошади, он знает, что значит резко затормозить, вот как я, например, с детства. И что значит вообще покататься без седла и без стремени. Кажется, вот сел, расслабился, да, ножки свесил, и полный кайф, как говорится. А потом встаешь с мозолями все вокруг, и ноги тоже приобретают форму арки, и долго не можешь прийти к себе. Это надо очень долго жить, с детства сидеть на лошади, чтобы к этому привыкнуть. А вот такое седло давало возможность отдыхать и костям таза, и коленям, и стопе, и тогда все отдыхало. И они могли уже неделю, собственно говоря, существовать, не слезая с лошади. Это было очень важно, чтобы совершить какой-то бросок. Это вообще граница абсолютно стирала, как говорится. Какая граница, если на лошади можно раскакать полустраны за неделю. Вот. Через некоторое время, опять же, пошла вот следующая модернизация. Требовалась такая обувь, которая не давала вот туда нырять в ноге, не заламываться. И так появилась краскожаная обувь. Именно краскожаная обувь – заслуга тюркских народов. А обувь на каблуке – это абсолютно только мужская, как говорится, прерогатива. Потому что женщины носили обувь совсем другого типа, без каблука, мягкую. Даже на подошве делали орнаментацию из минералов. И перит использовали, и использовали даже более драгоценные камни, потому что в основном сидели определенным образом. А вот мужчины носили обувь на каблуке как раз. И она была им важна. В дальнейшем прошла следующая модернизация. Опять же, нужна была совсем другая одежда. Потому что ничего не значит, ну да, ты заскочил, ты там выскочил, как говорится, на лету. А какая должна быть одежда? Вот поэтому появились штаны, которые позволили еще делать тут усиление вот в ножных местах и тоже позволили скакать на лошади очень длительное время. После этого как раз и появилась такая форма одежды, как халат. Вот, собственно говоря, думаете, халат всегда был? Халат, да? Откуда, кстати, слово халат заимствовано? Из какого языка? Удивитесь? Вот так же появилось слово сарафан. И все это, и халат, и сарафан, все это пошло вот как раз вот именно из военной лексики тюркской. Через какое-то время, вслед за этим уже все здесь модернизировало, полностью произошла модернизация всего оружия. Оружие в первую очередь модернизировалось за счет сложносоставного лука. лука. Вот у нас есть в витрине алтайский лук монгольского типа, вот там вот увидите, он, конечно, уже мертвый. Лук всегда распущенный должен храниться, но так как его уже в 20-е годы закупали наши этнографы в таком виде, его уже и боятся как-то распускать, потому что он может совсем переломиться. Если, конечно, мы видим раскопки курганов, то мы уже дерево не сможем увидеть, но большое количество нам сохраняет накладок, усиливающихся костяных накладок на лук, на кипить вот эту деревянную основу сигмообразную луком. И здесь мы вот видим, что вот это вот концевые накладки, вот есть срединные накладки, есть накладки фронтальные, если надо было какие-то участки. Вот кость очень хорошо сохранилась. И вот тут вот есть вот из Ростинского кургана тоже все эти виды. Причем, помимо этого, были внутренние боковые накладки и какие угодно накладки могли быть. Это уже костяные детали, украшения колчана могли быть. Могло быть вот так же украшение седла. Не просто же оно деревянное, убогое, если это знатный моин. Поэтому такие детали в погребении очень часто встречаются. Так как лук склеивался сразу из нескольких пород дерева, в одном месте лук, участок требовался гибкий, эластичный, в другом месте прочный, вообще не пробиваемый, не сдвигаемый. И поэтому склеивали несколько пород дерева, усиливали роговыми пластинами. И таким образом лук имел совершенно, как говорится, ошеломительную силу, чего раньше не думали. Вот каждый думает, что вот все так просто. А вот такая деталь, про которую я вот не сказала, но она была на втором месте после стремени. Появление вот таких вот подпружных пряжек с вертлюгом. Видите, вот она деревянная пряжка, да, и в ней вот такой вот, так сказать, язычок, который двигался, который мог ремень подбрюшный очень хорошо фиксировать. Все хорошо, есть седло, есть стремя, есть ремни, но если вот эти ремни очень слабые, а так как раньше были безязычковые вот эти пряжки, так только слегка проехаться легким шагом. А вот эти вот металлические костяные, они позволили осуществлять очень мощно, очень эффективно, и таким образом все в законченном виде конница была идеальной, она готова для походов. Вот, ну поскольку я уже начала говорить про лук, вот я скажу, что лук, сама вот эта кибич, деревянная основа лука была от метра восьмидесяти в распущенном виде до двух двадцати сантиметров, метров и сантиметров, и тетива из конского волоса тоже давала очень хороший эффект. Раньше мало использовалась именно тетива конского волоса. Здесь лошади кругом, лошади высокой породы, высокого качества, и естественно конский волос тоже высокого качества, пожалуйста, появился вот такой вот лук. Этот лук мог быть эффективным, если у него совсем другие стрелы. Вот если мы говорим, что во время бронзы, например, очень маленькие, тяжелые стрелы всего двух типов, вот здесь вот увидим, да, в скидское время, то здесь стрелы совершенно, видите, другую форму приобретают. Выделяют стрел до ста двадцати наименования, вот, но подразделяют их в три основные категории. Вот это стрелы, вот такие вот здесь вот, видите, все они черешковые, насаживались очень глубоко и, значит, держались очень прочно. Сами стрелы имели, видите, вот такую вот специальный был упор, и дальше уже шла своя специфика, каждая стрела отдельно. Вот первая категория, это стрелы плоские, это стрелы лопастные с упором, на который, на этом упоре держалась свистунка или муфта для утяжеления. Вот здесь вот классические, знаменитые, поющие, воющие стрелы, еще известные лунам. Вот здесь все и прорези на вот этих вот, видите, бочонкообразных, костяных вот таких деталях, и при выпускании стрелы, такой был мяукающий, вскрикивающий, ну какой угодно звук, несмотря какая была прорезь. Сами представьте, что если пускают стрелы одновременно, это абсолютно не миф, как в русских летописях, да, показывают там поток стрел, идущих от кочевников. Стрелы они пускали все одновременно, и поэтому это был вой, это был гул, скрежет, стрелы бились друг от друга. И главная задача, вот выпустить 20 стрел, даже не поразить, а запугать морально, потому что во многих случаях вот эти стрелы не давали такого эффекта, их бы сейчас назвали нелетальное оружие. Можно было вытащить стрелу, и особенно вот хана, например, носили шелковую одежду, да, вот попадает, например, стрела, шелк не перерубает, туда входит, спокойно вытащили, так сказать, рано, не очень катастрофично. В основном мы предназначены были вот как нелетальное и для поражения, так сказать, лошадей противника. И могли просто 20-30 стрел каждый выпустить, и противник уже бежит. Почему она не прямая стрела? Это в этом смысл какой-то большой? Ну почему? Она изначально была прямая, просто ее потом уже при насаживании, она чуть-чуть была деформирована. Ну это надо сказать, что идеальная сохранность железа в курганах, и большая часть это даже вне курганов, а случайные раскопки. Вот первый тип вот таких вот стрел. Второй тип вот таких вот трех лопастных стрел с черешком тоже, которые имели на плечиках прорезь. Это прорезь означала причастность к какому-то роду или статус определенный военный. В виде сердечек были прорези, полулунные были прорези, крестообразные и иные. Вот такая стрела при полете была самая устойчивая. Именно эта стрела хорошо выпускалась, набирала высоту и потом практически отвесно попадала на противника. То есть как называли даже стрельба на стила. То есть они вот все одновременно, луки одинаковые, да, примерно сила одинаковая, и они примерно тот же поток стрел пускают в основном на голову противника. То есть не думайте же вы, что она вот так вот летит и прямо в грудь попадет. Естественно, она должна набрать, по сути как баллистическая ракета, просчитанная хорошо математически, да, физически. Вот такие же были стрелы. Недаром даже вспоминают ученые, которые занимались тюркологией, что не давали публиковать статьи, которые рассказывают вот так баллистику этих стрел. Уж очень они походили на разрабатываемые баллистические ракеты, вот Урал, например. А именно Урал больше всего занимался исследованием вот такого вот оружия. И третий тип стрел, это стрелы бронебойные. Стрелы, видите, гораздо меньшего размера. Они просто трехгранные, такие вот ромбики с гранями. Иногда как бы и головка не сглажены. И вот именно эти стрелы в последующем стали прототипом патронов, так сказать, снарядов для нестрельного оружия. Эти стрелы были самые эффективные, да, как пули фактически. С появлением, кстати, вот таких стрел абсолютно, как говорится, на нет кольчуги пошли. Вот о кольчугах мы тоже можем отдельно сказать, да. Принцип кольчужного плетения был очень простой. Вот принцип монгольской кольчуги, он тоже был очень простой. Здесь вот мы видим вот принцип. Вот одно возьмем кольцо и посмотрим тут раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть колец соединяются одним. И вот так идет уплощение, причем тут если увидим сами колечки, вот они уплощенной формы, не такой округлой формы. Поэтому они вот так не выступают, а дает в общем-то вот такую довольно-таки гладкую, сглаженную поверхность. Легко ремонтировать. И кольчуга, конечно, появилась вот в тюркско-монгольское время, была эффективна до тех пор, пока, как я уже сказала, не появилось вот такое оружие и не появились копья гарпунного типа. Те тоже уже сделали бесполезные кольчугу. А работа трудоемкая. Вот у нас в музее хранится кольчуга 10-12 века, вот можем сказать, уже раз в две средневековья, которая как раз идеальной сохранностью может служить таким вот сокровищем даже для Эрмитажа. Вот если мы посмотрим. Вес такой кольчуги был примерно, ну вот этой кольчуги 11 килограмм, то 300, то ли 400 грамм. Могло быть и больше, могло быть и длиннее, и она растягивалась. Такой вот, видите, регламм своего рода. Защищал от нужные места самые уязвимые. Но когда появились бронебойные стрелы, ну бесполезная вещь, по сути дела, ей пользу стал приносить только пластинчатый доспех. Вот перед вами вот кольчуга более тонкая, более легкая, конечно, изящная, но еще более бесполезная, вот с развитием новых видов оружия. И вот в результате этого история показала, что вот такой кольчужный доспех был совсем, как говорится, почти бесполезен. И идет переход к защитным средствам в виде вот пластинчатых средств защиты. Вот видите, вот перед вами вот пюрки изображены, да, вот они носят уже пластинчатый доспех. Вот этот пластинчатый, тут сначала это все развивалось по типу, только вот здесь на Алтае в пятом веке была сформирована Одинцовская культура. Вот по селу Одинцовка были обнаружены, как их называли, прото-тюрки. То есть они, по сути, уже по оружию, можно сказать, по модернизации оружия были схожи с тюрками, но имели свое другое предсхождение. Ну, частичная часть вот этих Одинцовцев на Алтае, она как раз сделала тюрков именно вот этой зоной, бейско-чумышской зоной. Вот здесь вот, видите, показаны вот такие вот доспехи. Первое, вот в пятом веке началась эволюция в виде такого вот пластинчатого нагрудника, просто вот плечи немножко, и вот эта вот передняя часть закрывалась, или на спидника. Кто как хотел, но в основном защищали, конечно, грудь, потому что бежать и так было позорным, да, и у тюрков не было понятия убегать, они также героически удирали, как и героически наступали, потому что отстреливались, обманывали, и вот таким вот образом. А потом уже появились, видите, оплечья, защищают уже плечи, так как в основном стрелы летят на голову или на плечи, вот их надо защитить. А вот эта часть защищала от копья противника. Вот, а так как лошади были главным показателем, так сказать, хорошего воина, да, и главная ценность, поэтому лошади тоже были защищены вот в такие вот пластинчатые доспехи, как их называют, ламиллярного типа. Сначала набирался ряд, соединялся между собой вот таких вот пластин, и смотрели, часть пластин была шире, например, и короче, другая была длиннее и поуже. Вот, чтобы можно было двигаться, чтобы можно было наклоняться. Потом вот эти вот кожаные полосы давали возможность гибкости. Вот, да, видите, вот специальный намордник у лошади, который давал возможность лошади защититься вот удару, например, копья или кинжала. Представьте, вот стрела летит, да, что лошадь при этом почувствует. И также вот видите, что все вот оснащения, колчан, лук со свистунками и лопастные стрелы здесь вот присутствуют. Лук там вот вдали должен маячить, он всегда распущенный. Также мы вот говорим, что есть, например, лук со стрелами, да, очень мощное оружие. Есть элитное оружие, меч, палаш или сабля. Вот эти тюрки родили, можно сказать, сабля. Но главное смертоносное оружие боя всегда копье. В любой армии, кстати, были бы это скифы, были бы эти, да, были бы народы еще ранней бронзы, всегда решало копье. Но копье как-то нефаэтично выглядит, да, простейшую форму, но то, что это смертоносное оружие и решает дело войны, как говорится, за какие-то часы, это факт. Уже на третьем месте идет меч. И вот что происходило с мечом, я вот тут вот могу вам пояснить. Уже в основном военная, так сказать, работа на лошади, она дает возможность, как говорится, поэкспериментировать с оружием ближнего боя. Вот показываем вот перед вами момент рождения из меча, однолезвийного прямого тонкого меча, рождается сабля. Если мы вот себе саблю представим, да, вот сабля, ну примерно там, ну метр десять, да, девяносто может быть сантиметров, но обязательно вспомним, что у нее не вся часть заточена, да, вот этой вот стороны рабочей, а заточена только часть приближающаяся к острией, она загнута. То есть здесь нанесение удара колющего, режущего типа, и в этом случае идет процесс. А что мы здесь видим? Мы здесь видим только момент становления этого, только частично начинает закругляться, вот подниматься вверх часть острия вот у этой сабли. И еще мы заметим, что здесь мы вот увидим, что рукояти начинает немножко тоже изгибаться в совсем другую сторону, а не прямая, как у полаша, например. Вот этот момент рождения позволяет говорить, что вот как раз начало формирования оружия в шестом-седьмом веке, и это естественно так, как начало, редчайшая вещь. Из меча рождается сабля, как мы вот думаем, а из чего же рождается шашка? А шашка рождается из ножа-мачете, да, по типу ножа-мачете, который мог применяться и в бою, и мог применяться и для других целей. И вот таким образом, чуть позже, правда, родится шашка, но она родится. И это тоже будет характерно именно для кочевников, и тоже слово тюркское по происхождению, и сабли, и шашка, и прочее. Вот еще одно приспособление технологическое, это такой вот, видите, рабочий топор-тесло для разрубания доспеха. Вот в бою важно было ударить раз по голове или там какие-то другие части тела, и повредить доспех, и повредить самого человека. Вот вы видите, г-образная рукоять, и вот эта вот форма тесла, у которого форма втулки, но втулка не сомкнута. Ее в любой момент можно смыкать, можно размыкать, и вот элементы тесла, классическое тесло, вот оно здесь вот представлено из ростинских курганов. Здесь вот мы можем заметить тоже. Помимо этого, если мы опять же говорим о изменении снаряжения лошади, вот я могу показать, что появляются у дела у лошади совсем другой формы, в отличие от раннескифского, скифского времени. Здесь вы видите вот эту вот часть из двух пластин, да, вот из двух стержней это грызло, и вот дальше, видите, вот кольца, которые называют трензеля, трензельные кольца. Дает распределение, как говорится, и на верх головы, и в бок, и вниз ремни. Могли быть ответвления. Вот у нас есть и такие формы, но здесь вот сейчас это не показано. И вот здесь, видите, вот на щечной пластины, куда тоже крепятся ремни. Могли быть у тюрков появились строгие удела, удела с шипами, которые дрессировали лошадь, не давали ей вольничать, и она была покорная, послушная. Вообще в бою говорили, что лошадь это такой же воин, как и сам, собственно говоря, хозяин, потому что лошадь люто кусалась, брыкалась, неслась на противника, понимая, что она тоже воин. Вот так тюрки своих лошадей надрессировали, как говорится. Естественно, если он тебя, она или он тебя спас, то это лучший друг. И вот эта любовь к этому животному, поклонение, преклонение, оно именно у тюрков перешло последствам этого у всех тюркских народов, которые в первую очередь коневоды. Вот каких ни возьми, кроме от городских может быть, но это уже особенности проживания. И вот таким вот образом появляются такие вот элементы. Ну и, конечно же, дальше наступает типа ближнего боя, и здесь уже появляются обычные кинжалы, которые вот, ну вот как вот эти вот кинжалы раннего железного века, вот такого же типа появляются кинжалы и тюркские, но такие уж значительные и такую важную роль они не играют, потому что в этом случае, как говорится, что тюрки оказываются не только злые, агрессивные, храбрые, но и трусливые, слабые, когда они находятся на земле. Вот помните, опять же, эти все русские былины, в которых, да, там, кто там, соловей-разбойник, например, да, вот тюркское изображение его, только он падает на землю, все, он съеживается, уменьшается, его за шиворот берут и бросают, потому что действительно, когда они не на лошади, когда они не вот большим войском, небольшой группой, они слабы, разобщенные, они очень трусливы, это тоже, надо сказать, особенность этого народа, который не считает это чем-то плохим, кстати. Вот вместе, да, как волчья стая, когда поодиночке, поджав хвост, и вполне рецидивайство пропадает. В дальнейшем мы вот можем говорить, что целый стенд это большое количество экспонатов у нас относится к расцвету Средневековья. Это вот как раз к Кимакам, к части Кимакского каганата. Ну, этот Кимакский шел из Средней Азии, а вот это мы видим как восточная, видимо, окраина этого Кимакского каганата, потому что уже это век другой, уже это другое время, великий каганат в прошлом, великий тюркский каганат, наступает время других каганатов, и здесь мы видим уже вещи, которые характеризуют и военное дело, например, Персии, вот знаменитый иранский меч Сасанитской империи, это и большое количество бронзовых подвесок, и большое количество украшений, и бляшки, и зеркала. Вот некоторые элементы, бронзовые, я вот их могу показать, их у нас очень много, и почти все из сроссов. Есть еще село Усть-Большая речка, пусть Пристанского района, и там тоже были обнаружены в большом количестве эти вещи. Ну вот я могу вам показать вот зеркала, вот одна часть зеркала, вот зеркала псевдо-рунической надписью, но говорят, что это ложная руника, и она не читается, только символизирует вот руническую письмо, но вот эта петельчатая форма говорит, скорее всего, о мужском, как говорится, присутствии вот этого зеркала, потому что мужчинам в бою зеркало тоже было очень необходимо. А как им пользуются? Сами понимаете. В чем зеркало? А как вот, кстати, есть такая вот логика, а как можно мужчинам пользоваться зеркалом? Вот, натиралась вот эта поверхность, она блестела, и некоторые зеркала действительно до сих пор отражают немного внешности, а могли и раньше очень сильно отражать. Вот, как вы думаете, мужчинам-то зачем зеркала? Сигнал подавать. Это и сигнал подать, и ослепить противника, и, собственно говоря, конечно, тут уже не до красоты. Вот арабского типа зеркала, но они почти все в погребении изломаны, и не все детали находятся, поэтому мы вот видим вот такое вот. Или вот такого вот иранского типа, или арабского изображения крылатого коня. Тоже, к сожалению, умертвляет зеркало и миологическое свойство, поэтому умертвлялось. А вот в Хвостинском кургане находится очень большое количество разных деталей, украшений, которые относятся и к конской упряжи, и к ремням. И вот были обнаружены, например, серьги. Раньше серьги видели только на каменных изваяниях, вот мужские серьги с подвесками, причем только одна носилась в ухе, двух не было. Ну, эти две одинаковые. Или было две, две сережки, но с подвеской была только одна, вот действовали такие вот правила. Вот везде вот находили на каменных изваяниях, а здесь нашли вот погребение. То есть, он подтвердил. Какой взрослый примерно? Какой возраст у этих изделий? Возраст изделий вот тоже примерно 10-11 век. Вот считается, что, скорее всего, где-то они вот с территории Ирана поставлялись вот еще с начала Шелкового пути. Он же только к концу Средневековья совсем захерел. Вот здесь мы можем увидеть, например, вот такой тройник, распределитель ремня, например. Вот эта символика, вот иранская лотосы, пучки лотосов, растительные орнаменты. Некоторые, правда, видят в этом какие-нибудь хвосты драконов, что уже такой животный стиль. Но в основном здесь элементы вот именно растительного стиля. Вот такие вот сердечковидные подвески. Вот там вот подвески в виде личин. Если я сейчас найду, такие вот, можно сказать, жуткие, вот они, жуткие совершенно такие вот изделия, которые, вот видите, вот такую вот имеют ромбовидную форму, а вот являют из себя изображение посмертной маски. То есть вот запечатанной глиной глазницы, вот это вот сама вот эта вокруг растительность. Вот такие вот элементы обязательно присутствовали в погребении. А что это за слава? Это куда? В основном это бронза, золотистая бронза, как писали. Но сейчас исследования показали, что они частично покрыты золотом. То есть золото тоже можно выделить. И особенно же среди всех вот этих вещей импортных первое место занимает, известно у всех историков, вот именно вот эта вот вещь, которая из себя представляет палаш иранской работы 10-11 века. Сам палаш изготовлен был из дамасской стали. Дамаск открыт, как говорится, восстановлен совсем недавно технологически, но умельцы вот средних веков хорошо делали такие мечи. Дамаск, я напомню, как и все, собственно говоря, все Семеречи, там большая часть территории входила в персидское государство, в том числе и Сирия современная, Ирак и прочие города. И вот как раз там возникла эта технология. Поэтому кто-то говорит дамасский меч, кто-то говорит иранский меч, одно и то же. Но технология дамасской стали сейчас известна, и многие ее применяют. Еще называют струйчатый дамаск. Принцип ковки основан на том, что идет поочередное наложение прочных, так сказать, закрепленных пластин, да, закаленных и мягких. Идет перековка, идет опять расклепка, опять наложение. И таким образом идет проковка до 15, до 10 раз, ну, когда больше, когда меньше. И сама форма меча становится такой вот выпуклой, сечение треугольное, такой вытянутый треугольник. И поверхность узорчатая появляется. Вот когда вы увидите новые дамасские мечи, вот такая же поверхность. А тут вот даже видно, что вот есть вот пластины, отслаивающиеся друг от друга. Они на сломах хорошо видны. Но, к сожалению, сохранность таких мечей всегда плохая. Потому что, во-первых, коррозия сразу нападает на такие, где мягкое железо присутствует, тем более нападает. А второе, что принцип захоронения, в основном принцип умершвления. Даже у казачества было умершвление оружия, потому что вещь остается собственность даже после смерти самого, собственно говоря, владельца. Если бы он завещал, или было кому, или хотел бы. А так вот в погребении был этот меч. Также еще такая небольшая беда случилась со сростинскими курганами. Копать их начал в 1925 году Михаил Деянович Копытов, любитель археолога из Фоминского. Потом он работал в Пейском музее. И он просто выезжал, проводил сборы, копал неправильно, собирал все в кучу, как говорится, издавал в музей. И поэтому мы не можем сказать, где было женское погребение, где было мужское погребение. Но в своих записях он оставил сообщение, что ему попадались пять разных типов захоронений в одном месте. Что это значило? Допустим, одни захоронения связаны были с кремированием, то есть, как говорит, кремация, да? С конем, со шкурой коня, с половиной туши коня. Другая была связана просто с трупоположением. Дно могильной ямы выстилалось, ну, берестой, можно сказать, или там какими-то досками берестяными. Затем укладывался умерший, и с ним обязательно в погребение была лошадь. Вот, например, здесь уже из одного из курганов, вот всегда она у нас в экспозиции, я тут ее выставила гордо, вот череп лошади, который, видите, не содержит каких-то повреждений, но, тем не менее, он был из курганов. То есть, выбирали уже довольно взрослую лошадь, 10-12 лет, и приносили ее в жертву для того, чтобы она со своим, как говорится, хозяином, или как подарок ночевала, говорится, и в последующей жизни. И вот частично, только вот несколько мы здесь вот можем показывать. Вот я уже говорила, что вот череп показывается тоже повсеместно, были с горы и черепов, которые тоже могут рассказать о внешнем облике людей такого типа. Вот, я еще вот забыла сказать, а это важно, вот, например, перед нами вот шлем, например, да, вот он собирался из нескольких пластин, он проковывался, и вот он сейчас имеет бармицу, видите, в виде просто куска кольчуби, а на самом деле бармица была вот такой вот небольшой высоты в виде двух рядов пластин, пластинчатая. То есть, она чуть-чуть только закрывала шею. Я вот хочу сказать, что как раз обнаружили вот этот шлем в 1920 году в селе Шадрино, тогда вот, ну, сейчас это целебный район, и село уже умерло, а тогда оно принадлежало, входило в Венесейскую волость, в общем, тогда еще волость, а потом уже пошли деления на районы. И вот как раз моя матушка оттуда родом, и моей тетке, дядке, дед с бабкой оттуда, и вот эти места я тоже очень хорошо знаю. Там до сих пор даже находится большой курган, такой как сростках, и на указание стоит зона покоя. То есть, вот это все относится, можно сказать, уже к финалу тюрков и к тому моменту, когда идет уже активное вот уже тюркско-монгольское завоевание, да, идет уже доминирование монголов хотя бы в названии. И вот как раз вот этот шлем, он и характеризует вот такой вот частью, можно сказать, уже легко вооруженной конница, она лучше вооружена, поэтому ей такой защиты не требуется просто-напросто. Хотя ее, по сути, испортили, вот прицепив вот такую странную штуку. Когда-то у нас было четыре кольчуги, одно поменяли, одно разобрали для того, чтобы ремонтировать другие части, а один кусок вот прицепили вот сюда, вот видите, к сферическому такому вот шлему. То есть и вот шлем опять же был важен, потому что все попадало, как говорится, на голову и от меча, и от копья, и от стрела обязательно это все попадало. Поэтому вот такая простая и в то же время, вот кстати, в отличие от южных таких глубинных тюрков, здесь вот вот я хочу сказать, здесь не было вот такого переносия большой, да, и маленькие такие вот выемки для глаз. То есть здесь можно сказать, что опять же большей частью, и кстати вот эта часть лица тоже была защищена вот рядами вот этих вот пластин. То есть так же в армии шла и закрывала часть лица. То есть все было как следует, недаром, как я уже говорила, что государство, армия, основной прогресс это военный прогресс, и поэтому как, что через некоторое время тюрки стали выполнять такую вот функцию. Они, собственно говоря, стали действовать хитрым способом. Они обеспечивали безопасность и, как говорится, гарантию ненападения, но за это платили дамы. И вот этот принцип, он тоже стал одним из главных принципов, да. Мы на вас не нападем, но вы нам за это заплатите. Вот этот принцип, он очень характерен, он очень позволил развивать только одно. Но что-то дальше, что дальше-то стало происходить. Все воюют, все до зубов, как говорится, друг другу тесно, тяжело друг на друга смотреть. И поэтому те внутри, так сказать, изменения привели к тому, что никто не напал, государство развалилось, как говорится. Вот как с Россией всегда происходило. Вроде никто не нападает, а самый главный враг сидит где-то внутри. И вот это как раз проблема, которую мы получили, как получили часть территории с народом, а народ тоже непростой. И вот в результате того, что я уже сказала, что стали происходить постоянные стычки, уже через какое-то время великий тюркский каганат, такой огромный и широкий, он распался. И в 603 году уже объявили о том, что появилась западная часть, западный тюркский каганат и восточный тюркский каганат. И вот Алтай в это время как раз, Алтай и часть Казахстана, Кыргызстан по нему, кстати, вот по Семеречью как раз проходит эта линия, они вошли, и та дальше часть чуть-чуть на восток, они вошли в восточный тюркский каганат. Тогда еще была сила, тогда еще была мощь, но проходит какое-то время, и уже в 745 году распадается, разбивается потом врагами и второй тюркский каганат. Это произошло в 745 году, вот то есть в такое короткое время величия каганатов. Но сама идея, она всеми дальше транслировалась. Какие бы народы ни были, до прихода русских и казаков и вот первопроходцев, вся идея была построена именно на вот этой тюркизации. То же самое военное дело, тот же самый принцип государства, тот же самый принцип административного отделения. С 745 года на территории Алтая существует уйгурский каганат, а уйгуры, знаете где уйгуры, да, они уже вот как северная часть Монголии, можно сказать современной, северо-западная даже. И Алтай на территории и уже имеет статус полуколонии, которая не имеет своей собственной, как говорится, политики. Через какое-то время наступает период кыргызского каганата или, как еще называли, хакасские или, ну, тенисейские кыргызы, да, и хакасси это одно и то же. Через какое-то время, вот с 13 века наступает монгольское время, и Алтай-то тоже отстала окраина, можно сказать, золотой орды. И дальше наступает период джунгарский, связан он с тем, что часть Монголии была завоевана Китаем, а северо-западная часть джунгария стала независима и основала джунгарское ханство. И в этом случае Алтай не входил напрямую своими племенами, но платил дань, продолжал платить дань. Естественно, это полностью, как говорится, бросило на нет, как говорится, свело все развитие военного дела, всю экспансию. Народ стал заниматься только двумя занятиями, как сейчас занимают, занимались, кстати, к началу века алтайцы, кочевое скотоводство и охота всесезонная, а уже обо всем остальном, об искусстве, науке, каких-то достижениях осталось только забыть. Ну, о том, что когда-то вот Тюркский, когда-то Алтай был очень развитым научным центром, говорят сохранившиеся рунические знаки. Вот в раскопке, в экспедиции и в раскопке этнографические сборы 1960 года, вот на Алтае в селе Кызыл-Маны, вот кстати, столб межевой тоже оттуда, из этого же года, вот деление алтайских районов. И вот как раз на месте, говорится, сборов, остатков камней после расширения дороги были обнаружены, вот на сланцевом валуне были обнаружены рунические символы. Видите, вот они, вот эти вот рунические символы. Тут 11 знаков, нанесены они вертикально, резцом, на мягком сланце, это самый мягкий, собственно, ну, песчаник не берем, но самый мягкий сланец глинистый есть, кремнистый. И вот на нем лучше всего наносились вот эти вот знаки. Читаются они вот таким вот образом, часть была утрачена, но, что самое удивительное, фразу удалось прочитать. Вот и все надписи вот так вот читались в то время, что-то написано. Так фраза-то какая, что написано? И вот фраза эта гласила, ну, скажу, что приехал самый главный лингвист-исследователь, тюрколог Кизласов Леонид Александрович, он сделал вывод, что это знаменитая вот как раз классическая архоно-енесейская письменность, которую он легко перевел. И надпись гласила как бы в двух вариантах литературных «Не поддавайся превратностям судьбы, будь несгибаемым». Или просто «Будь несгибаемым». И вот этим вот заканчивалась фраза. То есть там «Не предавайся превратностям судьбы». Многие фразы вот этой рунической письменности гласили о каких-то событиях в политике, например, вот завоевали какой-то народ, да. Кто мог склонить головы, склонили. Кто мог склонить колени, склонили. Это благопожелания, это молитвы. И вот многие, кстати, путешественники из Монголии, Казахстана, когда они слышат вот эту фразу «Будь несгибаемым», то они говорят «Ох, хорошо, мы вот этот знак себе на велосипед повесим и будем тоже выцарапывать и будем под этой защитой жить». Остальные камни, они переданы были туда, в Петербург, то есть в Ленинград, тогда-то все в Ленинград. И вот как раз Леонид Александрович Козласов провел большие исследования. Сын того Козласова, да? Или нет? Ну и он самый сын в последующем, но тогда-то сын, тогда отец. И вот он несколько раз был в музее, написал статью. Кстати, мы в наших интернет-ресурсах, вот ВКонтакте, и, по-моему, сейчас сайт наш работает, новые музеи, вот эти статьи публиковались. И я писала, и полная статья Козласова об этом камне есть, и об этой экспедиции тоже есть. Борис Хатмеевич Кадиков, он взял пластилин и сделал налеп. И потом этот налеп он сфотографировал и отправил туда, в Ленинград. И через некоторое время вот эти исследования как раз привели к тому, что большую часть надписей забрали туда. А тут еще у нас есть и другие камни, тюркские графики, вот вырезанные тоже ножом, какие-то батарные сцены или тяжело вооруженные всадники. Но сейчас мы это показать не можем. А большая часть попала после того, когда взрывали алтайские бомбы, тюркский тракт расширяли, модернизировали. Поэтому именно благодаря Борису Хатмеевичу вот этот вот очаг рунической письменности, она очень ценится и изучается всячески. Вот как раз была спасена и вывезена для исследования. И вот помощь, один из камней вот у нас здесь остался. Он в экспозиции был, но потом его убрали, потому что его видеть невозможно, прочитать невозможно. Сделали прорисовку и все, на этом вот остановились. Вот. Ну и, конечно же, еще я вот хочу сказать, что в жизни кочевников важную роль играет посуда. Особенно та посуда, которая использовалась при кремации. Вот одна часть, как бы, погребения сводилась к тому, что вот на раннем этапе, например, 6-7 века, кочевники своих умерших кремировали, уходили дальше там. Все кочевники, рождаясь в Азии, уходят на запад. И все уходили на запад. А своих могил, как говорится, они, собственно говоря, не почитали, ну, жили какое-то время с ними рядом и уходили. И вот, чтобы какую-то частичку сохранить, вот такая вот посуда. Я писал в воспоминаниях копытов, что в селе Фоминском были вскрыты курганы, при которых вот были костные останки кремированные, вот в таких именно сосудах. Можно сказать, он их назвал урны. Вот видите, такая вот посуда, в основном она перевернута в виде, вот хранится. И вот такие сосуды использовались для кремации. Потом стали использовать сосуды более поздние, как говорится, более крупные, более позднего варианта. А вот эта вот посуда, которая, собственно говоря, используется вот в хозяйстве тюрков, как вот предмет быта, сосуды приобретают две формы. Это вот здесь вот, вы видите, форма крылки, или крылки, и то, и то слово тюркское, естественно. И вторая форма, ну, как вы сами понимаете, тюркские сосуды все больше приобретают кувшинообразную форму. А вот такие сосуды в большом количестве были на каменных изваяниях. Вот если мы вот увидим те наши каменные изваяния, мы увидим вот частично вот такие сосуды. Вот теперь давайте вот посмотрим, ну, можно сказать, напоследок, на вот эти каменные изваяния. Обнаружены они были в разных местах Алтая и в разных воздухах. Большую часть вывез Борис Хатмеевич во время экспедиции 1975-1977 года. Он открыл некоторые районы, например, в Усть-Коксинском районе, это знаменитая пустыня Самаха, или там Макажан, как можно название. Так, тут другие. Так, ну вот это вот точно вот Макажан. И здесь вы видите на сланцевой плите, так хочется ее вот так вот повернуть, но, сами понимаете, очень тяжелая неподъемная вещь. Кажется, что вот прям легкость, воздушность. Но это мастерство каменотесов, которые позволили нам сохранить облик умершего человека, который здесь вот перед вами показан. Вот, хорошо прорисована его голова, абсолютно монголоидная внешность, причем даже показывает возраст до 30 лет. Вообще, особенно волки, это волки Кагана, да, вот его ближайшая гвардия, фули, они чуть ли не давали себе обещание умереть до 30 лет, потому что вот божеству Тенгри, они просто не нужны были в старом виде, в старом возрасте, хотя некоторые ханы доживали почти до 90 лет. Но вот военные, так сказать, давали такое обещание, они знали, какая судьба их ждет, и поэтому именно воины, именно самые знатные, самые храбрые имели честь остаться в камне. Как, собственно говоря, традицию переняли, и особенно хорошо переняли в 19-м и 20-м веке, и даже в 21-м. Вот перед вами вот абсолютно вот монголоидный тип, миндалевидные маленькие глазки, очень удлиненные, уплощенные носы, небольшие усики, выделенные бородки, маленький рот. Они говорят даже не о внешности, скорее вот чисто того, монгольской, а внешность, это наиболее характерно, например, для северных алтайцев, как, например, для кумандитцев. Но кто кумандитцев видит редко, например, древний народ куманы, или половцы, правильно говорить с литературной точки зрения, ушедшие на запад. Вот как раз вот эти самые схожие, один в один, тютелька в тютельку, вот с теми ликами 6-7 века в самом начале изображения вот таких вот героев. Вот дальше мы вот видим, что может быть показан зимний вариант одежды, или зимняя шапка. Может быть показан легкий вариант. Кое-где была попытка, но сложная попытка изобразить доспех, но это всегда делать было очень сложно, или изобразить пояс хотя бы. Вот тут вот остатки пояса, вот тут вот виден пояс, но не наборный, а вот тут наборный из тех пластинок, которые вот у меня там лежат. Далее мы видим, правая рука всегда приподнята и держат сосуд в руке вот такой вот кувшинообразной формы, а левая рука чуть ниже опущена на поясе, она придерживает оружие. Вот это палаш придерживает рука. Или вот здесь вот сабли, вот уже показано, здесь тоже палаш. Здесь сложно разглядеть, но скорее всего тоже палаш. И вот таким образом мы можем, пусть они своих кремировали, но мы можем внешность здесь характеризовать по этим каменным извояниям. Сейчас считается, что почти все имели такое вот свойство, как говорится, перехода в другое состояние, вот с помощью изготовления вот таких вот моделей человека и переселения временной души умершего. Но только знатные были изготовлены из камня, поэтому это уже вот высшая знать. Плюс некоторые вот говорят, что у кого-то сосуды обычные, а у кого-то сосуды, ну вот у нас тут таких нет, у кого-то сосуды в виде серебряной посуды, имитации серебряной посуды, золотой посуды, фужеры, сосуды на, как вот по типу фужеры, да, с подножкой вот такой вот большой. То есть это самые драгоценные импортные вещи, они вот изображались на этих извояниях. Причем, видите, вот мастерство, допустим, одно плечо выше показано, другое ниже показано. Собственно говоря, можно смотреть с разных сторон и многое почерпнуть о том, как люди реально выглядели. Почти нет ног. Обычно такое было правило изображения на коленях. Вот почему приоткрытый рот? Вот в основном считается, что это чтение каких-то молитв, какие-то гимны, какие-то кричат, гико устрашая противника. Когда человек умер, вот изготовили ему вот такое извояние, оно вместило его душу, и год проводили всевозможные поминальные ритуалы. Проходил этот год, и выпускали душу, считалось, что уже должен человек переродиться в кого-либо другого. И вот везде следы ударов с правой стороны. Ну, с правой. Заходили сзади и наносили удар, выпуская души. Отсюда пошло такое выражение одноразовые боги. То есть, одни говорят, что имеют вот эти вот статуи, религиозный смысл, другие говорят, не имеют религиозный смысл. Это только вот родовое поклонение, какое-то почитание, попытка пережития горе. И некоторые вот эти извоения стояли в каменных оградках. Небольшая каменная выкладка. Там присутствовали камни, балбалы, да, которые использовались и как канавязь. Кто-то считает, что это подсчет врагов, убитых этим героем. Кто-то считает даже, что чуть ли не обсерватория, что это все как бы отсчет времени, отсчет года, отсчет месяца и так далее. Ну, есть, понимать это можно по-разному. Вещь эта сложная. Но в некоторых есть оградка, но нет никакого погребения. В некоторых есть кремация. В некоторых уже стали просто делать трубоположение. И вот чем важны эти каменные извоения? Они показывают одновременно с рождением сапли, одновременно с рождением стремени. Они показывают рождение, вообще мировоззрение, мифология этих людей, да, показывают их традиции вот изготовления таких извоений. Потому что, когда они пошли, например, на Кавказ, или пошли к Волге, или ушли чуть ли не до Европы, край, последнее извоение 14 века, это Донецкие степи, Луганские степи, стоят красавчики, но стоят и выглядят уже совсем по-другому. Там настоящие произведения, как бы скульптура во все четыре, как говорится, стороны. Перспектива и такая, и такая. Некоторые сидя, некоторые стоя, все прорисовано полностью. Некоторые, например, композицию двое-трое. То есть пошла развиваться скульптура. И, естественно, везде, где проходили эти люди, везде оставались эти каменные извояния. И прослеживают путь как раз от Алтая до тех мест. Насчитывается сейчас 18 стран, которые следует посетить, чтобы создать себе картину о каменных извояниях Евразии. И таким образом, вот, можно и туда, от начала до конца пройти вот эти вот маршруты. Что вот мы еще можем сказать? Вот некоторые каменные извояния, вот, нам кажутся такими вот замечательными, но они очень-очень обыденные. А вот у нас в хранилище есть извояние. Вот специалист по каменным извояниям сказал, что вот у вас в хранилище-то как раз то извояние, которое нигде больше я раньше не встречал, проехав больше 10 стран. И вот таким вот образом у нас постоянно вот какие-то открытия, постоянно что-то можно найти, что-то можно узнать. И поэтому мы можем что-то выставить в экспозиции, а о чем-то можем рассказать только когда собираемся специально на какое-то определенное время. Вот. И поэтому все в этом плане интересно, все важно. И вот важно, конечно, понять, что за народ, который, собственно, дал, по сути, российскую государственность. Потому что, по большому счету, если мы вспомним время Золотой Орды, и когда было время Золотой Орды, то ханов Орды называли царями. И вся атрибутика потом плавно перекочевала к Ивану, какому? Третьему, который короновался на царство, объявил себя царем, но ведь не императором. Четвертый он уже завоевал Казань, а Иван Третий встал на царстве, впервые царстве. И этим он объединил, собственно говоря, два мира. И вот через некоторое время, а вот почему, кстати, вопрос такой, почему шапка Мономаха абсолютно идентична шапке Кагана? Монгольская шапка Кагана. Какая это византийская шапка? Вся геральдика абсолютно тюркская. То есть, по сути дела, сама вот эта политическая система понравилась, понравилась именно эта система, а не европейская. И таким образом вот сложилась такая государственность. Я вот всегда говорю, а вот какой, считаете, храм символом России вот из всего вот этого зодчества Великого, Средних веков, там, Нового времени? Какой первый храм вот в голову приходит, если мы возьмем и подумаем так. Что мы знаем вообще? Казань и Блаженную. Вот собор Василия Блаженного. А в честь каких событий построен и в какой манере выполнен? Казань и Блаженную. А ведь Казань рассчитывали взять не раз и не два, а одиннадцать раз. И поэтому каждый раз собор прирастал новыми, новыми сооружениями. Внешне вот луковичная форма напоминает как раз монгольские шлемы, вот эта чешуйчатая форма. И вот таким образом вот это многоцветие, мозаика, она вот этот храм сделала уникальным и ни на что не похожим. И, собственно говоря, там же такое долгое-долгое название, да, как этот собор называется, а в памяти остался только Василий Блаженный. Плюс еще была вторая попытка, это спас на крови, да, помните, такую же манеру. Но его очень сильно критиковали и много раз возмущенно хотели снести, потому что он бледная копия, мол, собора Василия Блаженного. А если возьмите другие, вот нигде больше такая вот манера архитектурная не повторилась. Вот такие события как раз были включены. А потом я еще же говорила, что у нас ведь много слов. И если мы лекции поберем, то мы вот в плане тюрков мы можем сказать, что большая часть слов заимствована на первом месте это предметы, явления, события, связанные с военным делом. На втором месте идет одежда, быт. И на третьем месте идет административное устройство. то есть по сути дела мы вот сейчас живем как в Золотой Орде. Вот мы на окраине Золотой Орды, где-то есть Москва, где-то есть перераспределение, где-то должна быть только сильная центральная область. Ну где-то, да, где-то есть, но мы не будь телевидения, интернета, мы бы не знали, как он выглядит, собственно говоря, мы бы себе фантазировали такой образ параона. Это все не хорошо и не плохо, это все давность, потому что за это можно критиковать, но вот эта огромная территория, которая нас портит, дает возможность безалаберно относиться к земле, к ресурсам, она, собственно говоря, вот как раз с того момента и идет. Если нас ограничит, вот каждый метр земли будет на вес золота, потому что это всегда главная ценность, тем более для земледельцев и кочевников. Но кочевников, правда, стада заставляли уходить, искать, 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 а земледельцам ничего не надо искать, поэтому вот на Алтае, например, сошлись все, и ремесленники, и земледельцы, и скотоводы, и промышленность появилась. Эти древние, я говорю, умнее были нас. В тех обстоятельствах умнее тот, кто выжил и кто победил. А сейчас судить об этом сложно. Есть житейский ум, есть просто какой-то интеллектуальный. Ну, я не знаю, были ли они мудрее, но, по крайней мере, наше государство никто не дал развалить, но сами разваливали не раз. Вот это вот и проблема, и не проблема. Вот еще предполагается, еще вот в плане археологии, допустим, в последующем использовать тему археология Витска. Если что, я вот, допустим, могу давать объявление. Если есть какие-то группы, могу себя туда посоединить, или чтобы как-то сообщать. еще есть такой вот вопрос рождения казачества, в том числе сибирско-матайская этнография, которая очень богата. И вот в плане археологии, которая привлекает туристов, и в плане этнографии все остальное интересует в меньшей степени наших туристов, а интересуют в основном эти темы. Ну, а наши местные жители интересуются, конечно, темой купечества, предпринимательства, экономическое развитие. Кто-то интересуется темой крепости, вот момент этно-археологический, вот как раз городище Абе, Вихоревское переправа, да, там Вихоревское поселение, Вихоревское городище, предполагаемый первый острог, да, впадение протоки Катуни в Бию и заложение острога именно мысообразном выступе, и последующие вот истории, связанные с Бийской крепостью. То есть надо просвещаться, надо свой город узнавать, потом можно дальше мне будут показать археологическую карту Бийска, например, и уже в последующем брать другие темы, если вот они будут вам интересны. Так что следите. В мае у нас планируется музейная ночь, и поэтому там будут лекции, беседы, всякие рассказы, мы не будем ни один лекторий проводить, а вот на июнь будем уже планировать. Так что если будет желание, следите, особенно ВКонтакте выкладывается постоянно, и на сайт заходите. Сейчас даже туристы, которые горные едут, туристы, они даже просят уже показать, линейные хотя бы что-то объясняют. Ну, они просят, аж как ты туда проедешь-то? Там уже с ужасом говорят, а можно проехать? А все в администрации говорят, а мы не знаем. А вот давайте сделаем сакральное место, давайте вот увидим мир тюрков, здесь мир других народов, здесь вот самодийцы, да, самодийские в основе которые у мандинцев были. Тут же по сути дела Бии разделяет два мир кочевников это один тип жизни, а мир лесостепного Алтая это комплексное хозяйство этой земледелия, ремесло и скотоводство и прочие прочие элементы. Все это разделило даже алтайцев берег Бии разделил даже алтайцев, не говоря о том, что он по сути делу отделяет центральную Азию и вот эту вот часть Сибири. Поэтому тут такие вот моменты важны. раскопки были где это бывший аэродром кладбище поселение аэродрома и там раскопки были, что там нашли? Ну в основном там ранний железный век там керамика металлические наконечники стрел там сохранность правда не очень-то хорошая. хорошая. Какой век там вот эти знаходи? Ну там в основном период вот времени скифов больше период или позднее время скифов это где-то 4-й, 3-й, 2-й век до нашей эры. Вообще вот я скажу сразу в чистом виде не находят ничего. В чистом виде какое ты не откроешь допустим место там как минимум три вида. Они как слоеный пирог лежат друг на друге. Вот например Малу-Гринёво очень развитый археологический район. Много очень было раскопок и много сборов. Но там находят например период конец каменного века ранней бронзы. Например забыла как называется эта культура елунинская культура. Вот она родственна Афанасьевской то есть одновременно. Потом находится период например раннего железного века. например шестой четвертый век до н. Затем находится период средневековья вплоть до 11 века. И все это находится в одном месте. То есть сборы разновременные берут потом уже сортируют. Главным показателем керамика является. Поэтому они если без орнамента то вообще ничего определить не могут. Большая часть аэродромная и другие поселения бейска относящиеся к бейску они относятся к раннему железному веку. Это самый развитый период который пока археологи хорошо знают. Это время как раз курганы есть городища небольшие есть поселения есть мастерские и вот они вот это все исследуют вот таким вот образом мы можем говорить то есть века проходили люди по спину жили жили и жили если им понравилось они там живут и живут как минимум три слоя обязательно находятся а сейчас собственно говоря нет возможности заниматься раскопками и нет специалистов только в Барнауле нас ростки то дают с трудом там почти 600 курганов невскрытых и городища всяких типов и каменный век еще обнаруживается но там зона покоя там только как в виде аварийной раскопки можно проводить исследование а убийств тем более нет и у нас же как провели исследование ну например вот есть самое известное это ряд 8 городищ АБ там можно даже отследить что были когда-то городища городище это прообраз крепости укрепления от врага укрепляли с той стороны враг шел оттуда вот эти прото-тюрки вот как раз они уже шли а здесь жили люди безобидные их подавили конечно растворили но это уже поздний период и там можно пройти посмотреть если например возьмем мост коммунальный мост сразу слева от моста там тоже вот период как раз большереченской культуры про которые я говорю бейский вариант скифской культуры было обнаружено и топор был обнаружен бронзовый и были обнаружены стрелы были обнаружены керамические фрагменты все зона покоя но это что значит это значит что все заросло а застройку и какую-то там культивацию рекультивацию нельзя проводить и поэтому зафиксирован как памятник археологии а что дальше с этим делать что делать с пазырыхскими курганами которые ямками мозолят глаза что делать с ними это очень морально этический вопрос что делать с огромным количеством антропологии которая лежит у нас в десятке ящиков с человеческими черепами это все обязательно такая моральная проблема которую сложно решить но жителям так сказать застройщикам археология портит жизнь конечно потому что она и сама не дает застроить и собственно говоря уже все что было то было пока это было ценно мы не видели не знали когда все это вскрыли это уже вроде было ценно а уже там ничего нет что хранить когда там ничего уже нет вот это вся для нашего города характерная проблема потому что нигде как убийство потому что вот в основном вот по этой правой стороне в основном шла жизнь как говорится и по левой тоже но меньше гораздо ну так по левой если течение смотреть и вот все это все в археологических памятниках но что с этим делать неизвестно также вот на горе на вокзале на террасах тоже курганы довольно знатные курганы стивского времени я показывала в прошлый раз сосуды конскую гупришь костяные изделия и стрелы и бляшки были бронзовые с маралами на которых нападают грифы все это ценное но когда уже там ничего не лежит и район мочище вот знаменитой церкви тоже были очень интересные раскопки да все районы собственно говоря этим характеризуются и раскопки на месте 2-й виски крепости тут наши соседи практически эта местность вот все это говорит о том что это все сложно включать в оборот сложно показывать в экспозиции потому что выглядит мрачновато однообразно самый лучший музей заглянешь все равно все вот так выглядит этим может быть и хорошо это нас сравнивает как говорится условия одинаковые но тем не менее это все для людей тяжело воспринимается и не очень-то понятно если браться и изучать вот еще есть такая вот тема у нас запланирована петроглифы Алтая семантика петроглифов эволюция технологии изготовления петроглифов и так далее копирование кстати на мегаленту сотрудниками нашего музея художественной школой до самых как говорится граффити тюрков вот мезолита ну это не мезолит но есть еще времени мезолита вот таких тем касаемо только археологии этнографии довольно много у нас и вот мы распланируем а на следующий год вообще хотим цикл целый сделать вот с одним общим абонементом на посещение но пока планируем так чтобы только нужным людям как говорится тем кто этим интересуется кому это нужно чтобы вот только для них вот определенную тематика использовать потому что в основном народ готов уснуть если начинаешь рассказывать не совсем понятно все-таки скажите вот как сейчас предположительно где была первая крепость первая крепость вот у нас главный специалист Сергей Юрьевич Исупов и еще Наталья Юрьевна Кунгурова занимается этой темой в Барнауле и все согласны с этим и географы и прочие ученые согласны с тем что вот карт нету но вот Вихаревка выступает такой треугольный мыс и вот в этом месте протока Катуни вот стрелка как раз Икониковского острова в этом месте впадает как раз вот эта протока создает вот эту дельту стрелку и на правом берегу как раз находилась эта крепость потому что смешные очень мнения что крепость находилась в фамильском вот я так думаю вот кочевники идиоты мы же как бы сделали вывод что умные люди ловкие умные где надо трусливые чтобы жизнь зря не терять а тут они вдруг совершенно идиоты вот малые Катуни довольно ну тут она конечно усмирилась спокойно но все равно ширина есть тут бия переправу делать сложно да вот допустим а через бит через опыт так хорошо да вот две реки соединились ширина величина могучая как говорится вот самая крупная река России и тут вдруг они захотели переправиться а зачем спрашивается надо наверное выбирать место где летом мелко зимой где лед стоит хорошо чтобы копыта не провалилась а они выбирают то место где как раз все провалится и где утонешь на раз есть в этом логика конечно вот поэтому и Сергей Юрьевич он злится когда ему другие версии предлагаешь потому что ну это абсурд я не хочу это слушать потому что вот действительно нет таких вот сведений и причем раскопки тоже показали наличие некоторых артефактов плюс как многие вот начинают выступать и говорить а вот Куликовская битва это миф нету никаких следов нету там того сейчас Куликовское поле это часть Тулы Тульской области и вот нету дескать вот стрел нету этого нету другого нету так потому и нету потому что это все из года в год посещалось выбиралось каждый кусок железа это ценность которую обязательно потом перековать и тоже так тоже с Бийской крепостью говорит что никаких артефактов нету этого нету другого нету крепости не было тогда где была вот и тогда возникает такой момент и если посмотреть почти все крепости горного Алтая они накладывались на городище раннего железного века то есть от чего было выдумывать какие-то другие вот объекты если это все вот оно на поверхности вот я думаю что вот археология позволяет себя поставить в то время с теми знаниями в тех условиях вот как допустим вы организуете войско где будете переправляться вот выше ниже по Бии может быть по Оби и вот и сами ответьте на этот вопрос вот с тем количеством лошадей с тем количеством разного товара потому что торговали до Омска ходили и не только воевали с тем количеством провизии чтобы питаться и лошадь главное содержать где будете переправляться и вот тогда вопрос другой вот вопрос о второй крепости это что она как-то несуразно была построена вторая крепость вот тут недалеко так вопрос то и в том был что уже территория была безопасна уже ушли вглубь и вопрос скорее был заявить и привлечь внимание для дипломатических как говорится выяснений а не для того чтобы вот напали сожгли вот им делать нечего вот они будут крепость осаждать а нашим делать нечего будут ее снова строить вот так предполагалось и вот не случайно же все вопросы с алтайцами и северными и южными и потом в момент вхождения Алтая все решали в Бийской крепости и никто не нападал и как выяснилось что увидели острог первый раз и ушли переправились в районе Усяцкого все нормально а сожгли уже сверху уже в спину вот и такие вот были события собственно говоря есть экспериментальная археология есть смежные науки которые помогают картину воссоздать чего же мы Египет изучаем фараонов там на атомы разбираем а что же мы не узнаем в Бийскую крепость облик скифов или облик тюрков и кто есть кто сейчас кто тюрок кто нет если говорить честно но ведь это действительно факты что в нас так пророс этот народ что редко у кого нету корней каких-то я вот могу сказать что у меня прабабушка вот была турчанка с территории Херсонской губернии там прадед женился все все остальные родственники можно сказать кроме меня все смуглые все курчавые все вылитые турки ну а турки это уж ну если потому что у нас каждое лето приезжают турки для того чтобы прикоснуться к истокам своей родины как ни поглубже в любого русского обязательно найдешь турчанки и кто-нибудь вспоминает что у казаков обязательно турчанки да вспомните тихий дом какие там были события да и и любые другие в общем-то всегда вот в этом все мне вот не нравится приходят кумандинцы и плачут что вот все чистого кумандинца найти не можем так русского чистого кто найдет или чистого украинца где он вы что где-то отдельно на какой-то если бы вы жили отдельно вы бы деградировали и вымерли потому что они говорят что мы и они же сейчас получают дотации за счет того что они кумандинцы и малочисленный народ вот они устраивают кумандинские свадьбы чтобы был чистый кумандинец и чистая кумандинка найти искали искали несколько лет потом только нашли вот такую пару и давай хвастаться что вот мы наконец-то нашли мы это можем показать вот в наше время глобализации если народ не будет смешиваться с другими как говорится волнами он деградирует у него накопится сразу болезнь у него будет внешность вырождающаяся вот это не только фараона или английская династия или французские Гагсбурги и прочее ведь они же деградировали шведы сейчас очень сильно деградировали потому что я знакома с женщиной которая все время в Петербурге шведов на шведском языке все говорит водит гидом работает она говорит что все жалуются на то что очень большое количество заболеваний большое количество некрасивых людей как они говорят это вот проблема детей родить очень сложно чего хвастаться что до 40 лет буду сидеть а потом рожу чужой эти лет уже легко а вот вы говорили что тюрьки изобрели брюки вот я не очень понимаю скифы булы хуны они таковы были были такие как таковы вот вот у скифов например были вылочные чулки вот они вот так и была рубаха и в этом случае им просто не надо было никаких штанов тут они соединили вот представьте вот надел вылочные чулки прыгнул в седло и что будет с этими чулками а летом как и поэтому они просто взяли эти полотнища сделали по типу шароваров тоже чужеское слово и поэтому украинские знаменитые шаровары что они что ли придумали и вот после этого как раз удобно ногой как говорится на все эти градусы двигать и запрыгивать как говорится вот надел чулки и полез на лошадь но это же какое-то непотребство абсолютное поэтому потому что не было такой необходимости долго на лошади находиться и не было такой необходимости вот где-то долго зимой летом они немножко выскочат что-то сделают и опять кочеву и поэтому зачем это дело хотя вот всегда думаешь а почему а что долго что-ли вот так петлю согнул вот тебе стремя но не было самая главная беда вот мышления того времени вот это мышление это сейчас вот допустим мы тут фантазируем да и умничаем как говорится и каждый раз что-то открываем и двигаем а тогда важным считалось наследовать только те знания которые завещал отец если вы будете что-то придумывать то дадут по шее религиозные все эти культы они тоже способствовали тому чтобы вы не думали ничего и поэтому только вот с определенного толчка идет прогресс раскручиваться вот у нас как химическая промышленность только появилась в начале 20 века а сейчас она вокруг только она с какой-то лампочки дальше пошло уже все какие изменения произошли это же за короткий период времени а тысячи лет ничего это а потому что у нас так сказать вот это бремя ну может это нехорошо сказать мне это бремя с нас сняла религия вот это вот культовость вот это вот древняя форма религии они сняли с нас эти запреты может в чем-то зря и поэтому начали во всех направлениях что-то думать придумывать и пошло поехало скажите пожалуйста в Тильно это Красногорский район одно время тоже были раскопки на горе вот там захоронения что-то там такое ну совсем-то интересно вот там настолько вот так чтобы какие-то царские это были конечно там нет но там большое количество вот характерных как раз вот как я рассказывала вот это вот междуречья вот как раз в этот треугольник попадает вот и Красногорский район и Салтонский район и вот там в основном ранний железный век вот там период скифский но период такой средний средний уровень то есть там не какие-то знатные а рядовые вот так средние поселения местные жители говорили что там захоронение знатных ну комодинцев вот именно комодинцев ну это уже этнографическое время это я не знаю вот у нас очень много было очень много было такого ну уже видите этот период уже вот этого смешивания как говорится этноархеология у нас сейчас по сути скоро этнография тоже станет археологией потому что она ушла из жизни она полностью как говорится воссоздается только по каким-то источникам никто же не ходит в одежде с предметами не живет этим бытом поэтому это все может быть пильно пильно у нас есть но вот с Красногорским районом большая беда только Салтонский район так сказать по уничтожению населенных пунктов и население на первом месте Красногорский второй там же все исчезает вымирает как говорится пустеет поэтому вот эти пильно и прочие названия они уже только Сайлапы там Сайдыпы это просто название каких-то местностей а раньше были села но Шпир Куби я все Кумандинские приходит очень много людей спрашивают там вот например село Тазар оказалось что это все было почти на границе с Кемеровской областью там и та часть Салтонского района она оказалась что вообще никому не нужна там сначала Макаревский сельсовет потом еще какое-то вот село и все это все вымирает вымирает и район пустой поэтому а сначала изначально да вот это вот компактная зона проживания Кумандинцев вся вот эта северная часть Алтая все это зона Кумандинцев это их ну а так как их еще называют Куманами если бы они пошли как византийцы называли вот они собственно говоря хотя бы в каких-то элементах вот эти вот традиции тюркского времени они сохраняли вполне могли сохранять их погребения вполне могли делать такие же курганы вполне могли утварь такую же там собирать вполне это все могли потому что они тоже жили до русских на уровне практически начало самого только железного века и прогресса никакого в общем-то и не прослеживалось то есть вот такой вот у нас вопрос спасибо вам спасибо спасибо и